Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, начинается новая неделя, а и сегодня начинается 36-й день счета Амера. Мы с вами уже 36 шагов сделали. Это Хесед Исода. Ну, Исод это основа. Исод это аналог праведности в нашей душе. И, в общем-то, если говорить о сегодняшнем день, то надо оценить, как мы поменялись. Где надо улучшить, где подработать. Вот ту основу, на которой мы будем строить себя. Да. Скоро мы завершаем еще одну книгу Торы, книгу «Вайкра». Слово «книга» вводит в заблуждение. На самом деле это невероятное сокровище, божественная мудрость, переведенная на человеческий язык. Тора – это инструкция. Только инструкция к чему? Инструкция к человеку, инструкция к миру. Инструкция к тому, как сделать этот мир красивым, хорошим, приятным для жизни, а не постоянно уничтожаемым. В Торе дано описание то, что ученые открыли через тысячелетие, и то еще открыто, скрыто сейчас от человека. Ну, я приведу какие-то простые примеры. В книге «Заар» говорится о шарообразности и вращении Земли. За полторы тысячи лет до Коперника и Галилея. И все нормально. В Торе говорится о том, что люди живут на одной стороне Земли, а на другой ночи и сходят не с головой. Это было за тысячу лет до того, как начали разговаривать. Гмара в трактате «Броход» говорит о том, что созвездие Плеяды в своей центральной части состоит из скопления более чем ста звезд. Еще полторы тысячи лет назад, после этого, вот сколько было, мир думал, что это все ерунда, мелочи жизни. А на самом деле открыли телескоп «Хаббл» и сказали, что да, слушай, как же, откуда они это знали. Есть еще более крутые примеры. Есть Раби Янатан Айбешетс такой. В книге «Теферет Янатан» в главе «Ноах» описывает устройство двухступенчатой ракеты на твердом топливе, которая, взлетев из стратосферы, может достигнуть Луны. Кстати, он пишет о том, что для этих целей строилась Вавилонская башня. За 150 лет до Циолковского все это было. То есть надо понять, что мир в Торе. Сотворив человека, Бог поставил перед ним задачу совершенствовать самого себя, создать идеальное общество. И дал инструкцию, как это сделать Тору. На пути к реализации этой задачи человечество успело пережить что? Несколько кризисов, которые сильно усложнили задачу. Грех первых людей, Каин, убил Авеля, грех поколения потопа и так далее и тому подобное. После каждого падения у людей все еще остаются возможности подняться, выстроить идеальное общество. Но человечество не идет по этому пути. Вновь и вновь выбирает движение в противоположном направлении. Нам с вами каждому теперь очень важно понемногу начать исправлять содеянные предками. А те, кто спрашивают, почему мы именно должны исполнять то, что предки накоили, то надо ответить, что мы не первый раз приходим в этот мир. Кто второй, кто третий, кто какой неизвестно. Может быть мы и есть те самые предки, которые накурались или то, что нам теперь исправляют. Все может быть. Когда венец в творение человек приходит в мир, у него уже есть задание. Быть творцом самого себя и мира вокруг. Он обязан, написано, уйти из этого мира лучше, чем он пришел. И чуть-чуть исправить мир, чтобы он был лучше во время его ухода. Он обязан хранять бытие, исправлять недостатки. Сотворенный человек получил заповедь принять участие в обновлении мира. Конечно, у каждого своя миссия в этом мире. Я, например, очень люблю потрясающие истории о Раве Берлине. В детстве он был, ну как сказать, балаганистом. Однажды отец с матерью на кухне разговаривали с тревогой. Отец говорит, я не знаю, что делать с нашим сыном Нафтали. Учителя говорят, что не справляются с ним. Надо отдать его на выручку к портному. И мальчик, сидевший в другой комнате, услышал, ворвался в комнату, плакал. И сказал, не хочу портным, я буду учиться много лет. И вот спустя много лет, десятков лет точнее, уже глава знаменитой Воложенской Шивы, Раф Натана, Нафтали Берлин, устроил праздничную трапезу в честь выхода своей книги. Кто-то из ученых, гостей спросил, а разве есть такой обычай праздновать выход книги? И тогда он сказал, что, вы знаете, рассказал эту историю, говорит, вы знаете, из меня, наверное, получился бы великолепный портной. День за днем я бы метал вот эти вот всякие строчечки, стараясь не нарушать ничего, запрет кражи, не взял бы лоскутка из материи заказчика. Я бы ходил в Миньян, учил бы Тору, наверное, слушал бы раз в неделю урок Рава. И когда через 120 лет я пришел бы на Небесный суд, я думал, что я прожил хорошую чистую жизнь. Все ангелы бы сказали, смотри, какой хороший портной. И вдруг вышел ангел и говорит, а где же книга по Галахе, которую мог написать этот человек? И кто ее теперь напишет? И была бы тишина. И поэтому вы правы, я устраиваю трапезу не для выхода книги. Я радуюсь другому. Когда через 120 лет кто-то спросит из ангелов у меня, где книга, я крикну, вот она. А когда задают вопрос, где найти свою миссию, мудрецы всегда говорили, изучай Тору. Изучай Тору и твое тебя найдет. И точно не повредит. И обязательно добавить силы всему миру для поворота в правильном направлении. Поэтому дай Бог нам всем найти свою миссию и уж по крайней мере не испортить ту, которую сегодня осуществляем. Брахава от слаха, хорошего дня и всего самого-самого лучшего. Спасибо. Продолжение следует...